По главной улице с оркестром перед волейбольно-спортивным комплексом не просто парад команд-участниц школьной лиги. Это действующие чемпионы, добившиеся успехов в образовании и готовы идти во взрослую жизнь. Они уже не школьники, но еще не студенты. Для них молодых и дерзких фестиваль спорта и музыки. В этом году районный последний звонок приурочили к предстоящему чемпионату мира по футболу. Мечи, флаги, фанатская атрибутика, интерактивные локации, аквагримеры, мастера тату и, конечно, любимая всеми игра. У нас суперматч Реал Челси. Пока 0-0. Молодость и задор против опыта. Опыт пока держится. Стартовал праздник по свистку арбитра в программе. Все только о футболе и, конечно, на путстве от Андрея Иванова. Жизнь утверждающая история успеха Лионелла Месси, преодолевшего физический недуг и ставшего звездой мирового спорта. Сын уборщицы и фабричного рабочего. Лучший бомбардир в истории сборной Аргентины. Его жизнь – пример мужества и преданности своей мечте. Хочу сегодня вам пожелать, чтобы вы были решительными, вы были дерзкими, вы были набористыми. Никогда ничего не бойтесь. И всегда следуйте только своим путем. Смешные белые банты, праздничные ленты и яркие улыбки – они все те же дети, только 10 лет спустя. Для них на сцене только лучшие коллективы – шоу-балет «Динамит», клуб «Стрит Мэднес» и укротители молний «Тесла Шоу». Золотая медаль тяжело ли она дается? Ну, учитывая, с каким трудолюбием я к этому подходил, конечно, она далась достаточно непросто. Пришлось с ней мало работать, но я думаю, оно того стоило. Последний звонок – это ключевое событие, наверное, в нашей жизни. Это вступление во взрослую жизнь. Это что-то необыкновенное, волнующее. Мы здесь, тут классно, нам нравится. Цвет настроения – триколор. В ожидании главного спортивного события года выпускников приветствует посол чемпионата мира по футболу в России Дмитрий Булыкин, игравший за «Локомотив», «Динамо» и европейские клубы, а также за сборную России. Гость пожелал ребятам успеха и пригласил на предстоящие матчи. Нас ждут прекрасные игры, где будут футболисты со всего мира собраны в лучших сборных, и борьба будет нешуточная и будет даже жарко. Поэтому приглашаю всех на стадионы, смотреть матчи, наслаждаться футболом и болеть за наших, конечно. Футбольную тему продолжил и популярный хип-хоп-исполнитель Федук. Именно он в 2013 году стал автором главного трека для фильма «Около футбола». Через три года прозвучал его «Тур де Франс». В Одинцово он исполнил любимые всеми хиты в необычной версии. Тур кукули, если пыл на реку, пыл в паруса в тупою, пыть летели в тупою. Напоследок любимый всеми хит про фиолетовую вату. Современное искусство, но такое разное. Звездный гость не дает интервью и автографы, но с радостью принимает холодный душ от поклонников. В этот день без заботного счастья можно немного пошалить. Ведь уже с понедельника, 28 мая, начнется основной этап сдачи единых государственных экзаменов. Мария Подъепольская, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».